Всем привет, друзья и подписчики, с вами Академия Сайтов, меня зовут Николай. Это наше второе видео по разработке метода обхода YouTube-защиты от... Слово забыл. Ростелеком, Рос... Короче, кто блокирует в России YouTube? Подам слово ни слова, подскажу. Так вот, и сегодня мы будем это дорабатывать. Там ничего сложного в этом нет. Я также буду показывать в пяти разных браузерах, но мы будем запускать еще одну специальную программку для того, чтобы получить доступ. Ну, чтобы у вас не было ограничений по скорости. Итак, перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. У нас уже 725 подписчиков. Мое последнее видео... Так, вот, мое последнее видео набрало 3400 просмотров за два дня. Это реально круто, потому что у меня канал новенький, и я, честно, не ожидал, что у меня будет столько просмотров. Но, раз людей это интересует, запишем более подробную версию того, как это должно работать. То есть, будем разрабатывать конкретно для обхода блокировки YouTube, Instagram и там дополнительных сервисов. Я вам сейчас все это покажу. Так. Так, вы подписались, это это. Поставьте лайки, не забудьте. И мы начинаем. Смотрите, для начала в Chrome нам необходимо будет прописать Chrome flag и ввести вот эти две строчки. То есть, первое это Quick, вот Experimental, QC, Protocol. Здесь необходимо выбрать Disable, обязательно. Должно быть отключено, иначе работать не будет. Не Default, не Enable, а именно Disable. Это первое. Второе, у вас должен быть отключен вот этот, скажем так, логин. Называется Kiber, или Kuber, то как называют. Он должен быть отключен. Отлично. После того, как мы все это отключили, сейчас я запущу специальную программку. Да? И вы все это увидите. То есть, давайте сначала проверим скорость работы. Проверить скорость интернета. Чтобы вы понимали то, что я не обманываю, и данная программа, она не режет скорость. Поехали. Сейчас у меня не используется ни VPN, ни какие-то дополнительные сервисы. Но скорость, я думаю, вы видите. Ну, в среднем где-то 500, там плюс-минус. Теперь давайте попробуем запустить специальную программку. Так, сама программка будет выглядеть следующим образом. Да? И вы, когда будете скачивать, вы будете скачивать такой архив. То есть, Академия сайтов, обход, блокировки YouTube. Когда ее откроете, если попытаетесь что-нибудь извлечь, у вас запросят пароль. Пароль – это название нашего канала. То есть, просто вот копируете Академию сайтов с большой буквы. И вставляете пароль в данный архив. Попробуем экспортировать. Вводим пароль. И у нас все работает. Вот она папка. Отлично. Теперь запускаем вот такой специальный файлик. Russia. Blacklist.dns.read Вот смотрите, у нас здесь написано то, что фильтр activate. Теперь давайте попробуем зайти. То есть, открываем YouTube через инкогнито, чтобы было все честно. Посмотрим, то что у нас он корректно работает. Давайте что-нибудь откроем там. Пусть будет музыка. Немножко громко. Тут извините. Но, как видите, YouTube отлично отрабатывает. Кроме этого. Я вам сразу не показал. Давайте я ее сейчас закрою. Откроем вот тут Instagram. А вы все знаете, что эта сеть заблокирована в России. То есть, доступ мы к ней получить не можем. Но после того, как мы запустим еще раз этот сервис, Instagram у нас работает. Теперь давайте проверим скорость. Сейчас я его запущу. Так, Google. Как назвать там? Проверить скорость интернета. Запомнили. Раньше у меня он закончился на 500 мегабитах в секунду. Помните? Скорость не режет. Это не VPN. Это другая совершенно система. И она не режет скорость. Это реально круто. Что скажете? Круто? Теперь, раз вам понравилось, скорее всего, вы это хотите, ни у кого на YouTube нет этого способа. Потому что я специально проверил, как бы вы будете первыми, кто это получит. Я раздаю это бесплатно. Единственный минус. Эта программка нужно будет сворачивать после запуска. То есть, она у вас вот тут будет висеть. То есть, если вы ее закрываете, у вас возвращается блокировка YouTube. Ну, ограничение, скажем так. Вот. Такие дела. Поэтому ссылка на данную программку будет ниже данного видео. Также ссылка будет указана где-то либо здесь, либо здесь. Там посмотрите. То есть, она будет продублирована. И сейчас я вам покажу, как это все настроить в каждом браузере. Это не проблема. Но я думаю, многие пользуются там Google Chrome, Яндекс.Браузером. Это настроится аналогично. То есть, как вы увидели. Поэтому хочу немножко попросить донат. За проделанную работу нужно всегда платить. Сами понимаете. Поэтому, смотрите. Вот это у нас Сбербанк. То есть, можете... Вот так. Можете навести с приложением Сбербанк, либо приложением Тинькофф. Точнее, даже не так. Можете просто навести камеру на QR-код, и там уже откроется то приложение банка, которое у вас имеется. А дальше вы уже можете отправить некий аванс. Не аванс, а некий донат, что ли. За проделанную работу, я думаю, вам будет приятно. То, что у вас всегда будет доступен YouTube, Instagram и там дополнительные сервисы, к которым вы хотите получить доступ. Без использования VPN. Без использования. И это реально круто. Поэтому можете мне чуть-чуть отправить. Если не жалко, конечно. Наведите камеру, либо сюда, либо сюда. И также можете перевести по номеру телефона. Сбербанк, Тинькофф, Алифауманка, либо Озонбанк. То есть у меня все эти банки имеются, и я получу ваш небольшой донат. За это спасибо. Вот. А теперь давайте продолжать. Сейчас я буду показывать, как это настроить в каждом браузере. Поехали. Так, дальше. Яндекс.Браузер. Тут набираем Chrome. Сминучку. Вот так вот. Браузер. Флаг. Или Chrome. Флаг можно написать. Вон-то он. Так. Вот так вот. Он все равно откроет. Здесь вам нужно будет также набрать сначала QWIC. Протокол. Вот здесь Disable. И второй у нас будет Кайпер. Тут тоже должен быть Disable. Иначе работать не будет. Перезапускаем. Вот. После этого запускаем этот сервис, и все у вас будет работать. Давайте попробуем в режиме Incognito открыть Instagram. Давайте попробуем так перейти. Как видите, у нас Instagram отлично отрабатывает. Ну и YouTube так же. То есть скорость я тестировать не буду. Это я уже протестировал в Google Chrome. Теперь открываем Opera. ROM двоеточие слэш этот plug. Вот так. Угу. Здесь также мы ищем второй Кайпер. Вот он. Он должен быть Disable. Это первое. И второе. И у нас получается QWIC. Протокол. Вот он. Disable. Все. Перезапускаем. Проверяем то, что у нас работает наподобие Instagram. Инстаграм работает. Теперь следующее. Так. Это есть. Это есть. Это есть. Дальше у нас будет Microsoft Edge. Он строится также на базе Chrome. Поэтому либо Chrome флаг, либо Edge флаг. и так и так и так работает карьер. Также здесь QWIC Disable и кубик будем его называть так тоже Disable. Перезапускаем и проверяем. Отлично. Так. Все это мы закрываем. А ссылка на эту программу находится под данным видео. Поэтому если я вам помог а я вам точно помог и у вас все должно работать корректно то можете мне отправить небольшой донат небольшую денежку или большую денежку как вам удобнее будет. Если отправлюсь на Сбербанк наводиться на Сбербанк если на Тинькофф наводиться на Тинькофф либо по номеру телефона. такие банки как Сбербанк Тинькофф Альфа Банк и Озон Банк куда удобнее. А я вам в будущем еще что-нибудь приготовлю если вдруг у вас произошли какие-то проблемы. Ну что ж с вами была Академия Сайтов меня зовут Николай добро пожаловать а в комментарии напишите насколько сильно я вам помог и какие видео вы еще хотите увидеть меня на канале все пока-пока увидимся завтра субтитры Субтитры сделал DimaTorzok